Сегодня предлагаю сделать очень быстрый и универсальный макияж в теплых оттенках. Поехали! Для начала бы, конечно, не помешало привести в порядок волосы. Ну, так как они у меня не первой свежести и воду отключили, я буду делать супер универсальную прическу. В целом для таких нужд, конечно, лучше бы справляться с гелем, но у меня он тоже закончился. А теперь можно приступать к макияжу. Переходим к тональному средству. Сегодня у меня CC-крем от Luxe Visage. И что он делает? Крем тональный, в нем есть SPF 10, коррекция цвета, выравнивание и увлажнение. По текстуре он довольно-таки приятный, но на первый взгляд, конечно, выглядит довольно плотным. У меня тон 20, бежевый. Немножко, кажется, на первый взгляд светловат, но это все поправимо. Наносится он очень легким таким вуальным слоем, практически неощутимый. Но так как мы делаем простой ежедневный макияж, то этого вполне достаточно. И все же, несмотря на то, что он довольно-таки светлый, как CC-крем, он должен все-таки еще слегка подстроиться по тону кожи. Также добавлю консилер от того же Luxe Visage Soft Focus, но только в зону под глазами, потому что высветлять нам ничего не нужно. CC-крем и так довольно-таки светлый сегодня. Слегка припудрим Т-зону. Нужно сделать даже не то, что легкий бейкинг, но закрепить консилер и CC-крем под глазами. Пудра от Givenchy, она очень легкая, практически невесомая и практически незаметная. Поэтому здесь она подойдет очень хорошо. И что-то давненько я не пользовалась бронзером от Evo Mosaic. Называется он «Солнечная палитра», очень красивое сочетание оттенков. И самое классное, что вы можете регулировать интенсивность цвета, интенсивность теплоты. В общем, мне очень она по душе. Она очень красиво, естественно, выглядит на коже. Плюс еще вот этот один рефил, самый светлый, он с шиммера. И он слегка делает вот этот такой подсвечивающий красивый эффект. Этой палитрой можно очень красиво оформить глаза, что мы сейчас и сделаем. Самый такой коричневый оттенок я смешаю с красноватым и занесу его во внешний уголочек. Сразу же соединю с нижним веком. Плотной пушистой кисточкой набираю самый светлый с шиммером. И растушевываю верхнюю границу. И этот же оттенок, но уже пальчиком, наношу на неподвижное веко. И все. По желанию можно прорисовать межресничку. У меня сегодня такое желание есть, поэтому я делаю. Завтра может и не быть. Это не обязательно. Если хотите посильнее подчеркнуть глаза, то, конечно, в этом случае лучше это сделать. Ну вот, например, хотя бы так. Я не особо старалась, но разница видна. Очень бюджетная, но вполне достойная тушь для ресниц от Гурмандис. И реснички прочесываю слегка, уводя их в сторону, имитируя лисий взгляд. Как бы. Это будет не особо так очевидно. Но эффект вытянутого глазика будет однозначно. Нашла такие древние, уже даже можно сказать румяна, от NYX Sweet Cheeks в оттенке Daydream. Но они довольно-таки свеженькие, хочется их сегодня использовать. Чуть не забыла про брови, их тоже обязательно подчеркиваю. Я прохожусь по нижней линии, по ней же иду штриховыми движениями вверх, выделяю уголочек. И еще слегка нижнюю линию подчеркиваю, делаю ее более такой очерченной, растушевываю. Это обязательное условие, чтобы получить более естественный результат. И ввиду того, что у меня сегодня макияж в теплых оттенках, я для губ решила использовать карандаш от Pupa в оттенке 22. И блеск Plumper для губ от Luxe Visage, опять Luxe Visage в оттенке 305 Rosewood. Сам карандаш с шиммером и блеск, кстати, тоже с шиммером называется он Hot Vanilla. То есть он должен немножко как бы увеличивать губы и пахнет ванилькой. Вот и все, макияж готов. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой вариант макияжа. А список всей косметики будет ждать вас в описании под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok